рада вас приветствовать на youtube канале в гостях у фатины сегодня 26 октября я решила приготовить колбасу печеночную домашнюю на прошлой неделе я готовила краковскую почти по такому же рецепту колбаса очень понравилась мы скушу с большим удовольствием и так сырья мясного у меня два с половиной килограмма грамм наверное 500 говядины у меня половина из этой порции я помолола на крупной решеточке также свинину обычную помолола это у меня лопатка с жирком порезала ее кубиками это немного говядины я порезала кубиками тоже свинина окорок и печень говяжья я ее немножко отварила закипела она немножко поварилась минут пять остудила ее и порезала кубиками тоже начинять я ее буду в говяжью натуральную оболочку вот такую вот он вот замочила я ее очень хорошая говяжья оболочка она идет жирком дальше специально для этой колбасы есть смесь приправ яблочная и луковая попробуем как будет вкусно оно должно быть вкусно также я хочу добавить сюда приправы для краковской и для ливерных колбас ну и конечно смесь перчиков чтобы было немножко острей также сюда идет на каждый килограмм идет грамм 10 грамм пищевой соли и 10 грамм нитритной соли мясо я замариновала ну кроме печени наверное она у меня дня три-четыре мариновалась просто в холодильнике под пленкой ну говорят что так вкуснее также мне понадобится нить перевязать оболочку и вот такой термометр я его буду значит вставлять в готовую колбасу но об этом я потом расскажу поподробнее итак сейчас я все это перемешаю весь фарш покажу вам какой состав получится а потом встретимся получилась вот такая фаршесмесь сейчас я ее немножко оставлю на полчасика чтобы она постояла и буду начинять череву но процесс на процесс набивки колбас я не буду показывать потому что снимать одной начинять из нее снимать не очень удобно покажу уже конечный итог сколько получится колбасы вот столько печеночных колбасок у меня получилось 8 штучек делала небольшими чтоб можно было угостить кого-то и самим покушать люблю очень говяжью череву в ней есть внутренний жирок он добавляет вкус в колбаску все делается очень легко и быстро хочу рассказать о термометре с щупом он специальный для духовых шкафов я за него отдала по-моему 150 рублей то есть вот щуп вставляется в колбасу чтобы измерить внутреннюю температуру очень такой простой я знаю что есть на несколько щупов чтобы можно было несколько колбасок проверять на температуру очень удобно сейчас я немножко повешу колбаску чтобы она немножко обвисла затем я ее вывешу в духовой шкаф но как повешу в духовой шкаф я вам покажу и расскажу что дальше буду делать вот так я развесила колбасы на шпажках очень удобно повисят они у меня так с пол часика чтобы обвисли затем я включу на конвекцию и на 60 градусов так у меня они простоят полчаса прогреваясь и обсыхая затем я на следующие полчаса поставлю еще на 8 на 80 градусов постоит полчаса а затем я перекручу на 120 градусов и у меня колбаса будет вариться еще один час когда я отключу на 80 градусов я внизу поставила противень сразу и налью сюда кипяток то есть только что закипевшую воду чтобы уже начался процесс варенья и тогда же я вставлю сюда щуп и выведу камеру наружу я вам покажу как это будет выглядеть но сейчас она у меня начала обсыхать капать так что встретимся когда уже колбаска будет с температурой 72 74 градуса внутри и так внутри колбасы у нас семьдесят два и три то есть считает этого времени полчаса и будет достаточно так это у нас пар одна колбаска упала нечаянно и положила наверх вот так вот супом колбаска варится открыла видите сразу меньше стала так еще 30 минут постоит колбаска и будет готова встретимся когда я ее уже вытащим вот и закончилась термическая обработка колбасы то есть варка колбаса готовилась у меня ровно два часа полчаса она готовилась при температуре 60 градусов но не готовилась обсыхала обвисала полчаса уже с паром она готовилась при 80 градусах и ровно час колбаса готовилась при температуре 100 120 градусов я чередовала как только поднимала чтобы немножко выше 74 градусов внутри колбасы я уменьшала температуру духового шкафа теперь я ее вытащила она у меня остынет я положу ее холодильник она мне полежит пару часов и потом я ее разрежу и покажу что получилось в итоге ну и конечно попробую так то аромат конечно очень вкусный стоит но будем пробовать осталось несколько часов подождать все колбаса готова все 8 батончиков или колясочек как правильно сказать колбаска получилась ароматная вот так она выглядит после полутора часов в холодильнике то есть печеночка проглядывает говядина свининка жирок лопатка аромат сногсшибательный вот такая она в разрезе получилась здесь и говядину видно и кусочки лопатки и печень и свининка то есть не разваливается аромат я еще не пробовала но я думаю будет очень вкусно вот такая колбаса получилась готовьте девочки колбаса готовится очень быстро легко больным мудрствовать ничего не надо даже если у вас нет колбасного сприца а есть обычная ручная мясорубка просто купить насадку на для колбас и все колбасу можно приготовить любую скушаем эту буду готовить молочную или сосиски молочные или колбасу молочную посмотрим что захочется готовьте девочки если получилось у меня получится и у вас